Добрый день, уважаемые радиосурские. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас на прямую связь с нами со студией посредством ЗУМа выходит депутат Рижской Думы, который работает в комитете столичного самовыправления по транспорту Вадим Фольков. Добрый день. Да, я не случайно упомянул все-таки, что вы работаете в комитете по транспорту, это весьма важно, учитывая то, что фактически чуть ли не каждую неделю какие-либо решения принимаются правительством, касаемые общественного транспорта. Изначально было принято решение, как мы помним, что в общественном транспорте загрузка должна быть не больше 50%, потом появилась такая идея у правительства чуть ли не 30%, как это обеспечить в столице, наверное, это отдельный вопрос. Может быть, с этого и начнем. Как вам кажется, все-таки, как эксперту в области общественного транспорта, сами вот эти вот требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, они вообще реально реализуемые? Потому что, ну, получается, что кроме как самому водителю общественного транспорта больше контролировать загрузку и некому? – Значит, водитель общественного транспорта в городе и контролировать загрузку не может. У многосекционного трамвая 6 или 8 дверей, понимаете, запускать… – Если можно, чуточку громче, потому что что-то у нас со звуком. Запускать 300 пассажиров через одну дверь и 300 пассажиров пытаться выпустить через одну дверь, это тогда от югла до центра трамвая-часка. Водитель, число пассажиров в вагоне не контролирует. Что касается правил кабинета министров, которые были приняты. Я с ними внимательно ознакомился. Мне показалось, что они были рассчитаны на междугородный транспорт, там, где только сидячие пассажиры. Например, в трехсекционном рижском трамвае номинальная вместимость – 318 пассажиров. Понимаете, 150 на вагонах при 50% заполнении, исходя из того, что из 60 сидячих мест доступными, ну, неперечеркнутыми, осталось только 23, то есть это все равно люди будут стоять в салоне один рядом с другим. То есть фактически сама эта система, извиняюсь, что я перебиваю, когда пытаются закрыть лентами сиденья, это совершенно бесполезная история, да, вот по факту? Вы знаете, это не бесполезная история, но каждый подходит к тому распоряжению, которое он получил, исходя из тех нормативных актов, которые писали. Было сказано обеспечить допустимые расстояния, сотрудники трамвайного депо сиденья, ну, перечеркнули этими самыми лентами. Насколько разумно оставлять только 23, например, а не 30 мест, это спорный вопрос. Никаких указаний ни от каких вышестоящих инстанций никто не принимал, это сотрудники на свой страх и лист попытались сделать. Если мы говорим о вместимости, которую планировалось сделать, и не было сделано, это 30%, то это, ну, Рига Сатекс не сразу заявил, что такого числа транспорта в Егоровске уже не имеет, и выполнение этого требования практически невозможно, когда на каждой остановке должен стоять инспектор, полицейский или контролер и пытаться регулировать поток пассажиров. Поэтому это принято не было. Дальше. Если мы говорим о пригородном транспорте, то в стране только 24 электричества. В обращении 20 лет. Получается, что при ней какие-то требования в 30%, люди просто должны будут остаться на перроне и еще сколько там, час, и дать свой личный польза. Это не реализуется. Абсолютно. Вот есть такие идеи, которые периодически приходят в голову руководству Рижской Думы, ну, в частности, пытаться регулировать, если так можно сказать, поток за счет снятия временного вот этих льгот, которые имеют на проезд, ну, в частности, школьники. Они говорят, видите, ну, сейчас в основном школы, по крайней мере, в Риге уж точно на удаленке, зачем им бесплатный проезд, пускай сидят дома. А если кто-то захочет поехать, пускай заплатят эти 2 евро. Это одна идея. Я, вероятно, сразу эту идею попытаюсь откомментировать. Да. Значит, почему-то все забывают, что школьники регулярно ездят в школу, получают продуктовые пакеты. Стоимость продуктового пакета на сутки евро 42. Билет получается туда евро 15, обратно евро 15. Да. Извините, это получается, школьник получает недельный продуктовый пакет, и половину его стоимости отдает за проезд. Мне кажется, это не совсем разумно, это первое. Второе. Если такое решение пойдет обычным путем и будет приниматься на принадлежном заседании юридической думы, я очень сомневаюсь, то оно получится нам. Хорошо. Еще одна такая, я бы сказал, с точки зрения депутата, опасная идея, учитывая то, кто же является электоратом в Риге в том числе. Это попытки отменить льготы на проезд для пенсионеров или эти льготы распространить не в часы пик. Ну, помните, были в свое время такие идеи, еще во время первой волны коронавируса, что вот, пожалуйста, уважаемые сеньоры, не толпитесь вместе с теми, кто едет на работу с утра, с 8-9, если вам надо поехать, не знаю, на рынок или в магазин, дождитесь, когда вот этот поток работающих склынет, не знаю, с 10 до 3, пожалуйста, едьте и тогда пользуйтесь льготами. А если вы садитесь в общественный транспорт до 10 или там, не знаю, в 4 или в 5 вечера, извольте заплатить полную сумму. Как вы к этому относитесь? Еще раз повторяю, если подобное решение попытаются принять обычным путем на клинарном заседании, я очень сомневаюсь, что оно получится. Пенсионеры к врачу ездят по записи, к врачу записываться надо сейчас за недели вперед. Время приема назначает регистратор, а не сам пенсионер. Не от хорошей жизни пенсионеры, извините, ездят на рынок. До магазина тоже как-то доехать надо, и от магазина как-то надо вернуться. По поводу того, что вот с 9 до 15 поток больше или поток меньше, он может регулироваться числом транспорта, который надо иметь, он может и не регулироваться. Так как сейчас действует ковидное расписание, поток транспорта в межпитывое время тоже сокращен, поэтому тут очень сложно сказать, когда надо пересматривать расписание, это первое. Второе. Электронные билеты в городе Лиде действуют в течение часа с момента последней валидации. Это значит, что до 3, в любом случае, не получится, потому что человек 14-39 провалидировался, он сейчас еще может пухнуть, и до конца маршрута, у нас есть маршруты по полтора часа. Если говорить про утренний час пик, вряд ли в 6 утра этот транспорт настолько переполнен, есть маршруты, которые переполнены, есть, которые не переполнены. Я сомневаюсь, что эта идея получится продолжение в какой-либо момент. Еще один вопрос, который я хотел задать, он действительно связан с обновлением вот этого парка общественного транспорта. Мы знаем, что в рамках вот этого Европейского фонда оздоровления и устойчивости экономики, так он называется, по крайней мере, мэр Лиги надеется получить довольно значительную сумму денег на вот эту устойчивость экономики. И такие планы, они были публичные о том, что надо потратить часть этих денег. Там называются разные цифры от 135 миллионов до 185 миллионов. Все это еще будет меняться, поэтому, наверное, не будем цепляться к точности этих цифр. А вот если, говорит, по существу, вы бы поддержали, не знаю, закупку каких-то, не знаю, ультрамодных сейчас ректоавтобусов, там, по-моему, метробусы они называются, так вот очень красиво. Попробуем сначала. Да. Значит, ни одно заседание Рижской думы по состоянию на данный момент подобных вопросов не рассматривал. для депутатов оппозиции все эти планы вдруг появились совершенно неожиданно. И пока не совсем понятно, большая или не очень большая логика от значительной части всех этих инфраструктурных проектов. Когда говорят, что за 40 миллионов евро собираются создать независимую транспортную линию для того, чтобы двигаться куда-то в восточном направлении, сначала, я позволю напомнить, озвучивалось, что она провяжет по улице Деглова. Потом про улицу Деглова все забыли, и появилась почему-то улица Зелзелоса. Ну, это разные лица. Сейчас грешно смеяться, но на презентации Министерства сообщения, которая была показана на создании комиссии Сейма, линия этого метробуса была почему-то нарисована уже не по улице Деглова, а по улицам Эрик и Убитерных. Это называется час от часа не лет. Как смогли, так нарисовали. Я понимаю, что чиновникам совершенно все равно, где эту линию нарисовать. Что географию Риги они, скорее всего, не знают. Поэтому остается просто надеяться, что к составлению документации они подошли более. Если мы говорим о самой этой линии, то сейчас от центра города до Путсенса 7 километров троллейбусной подвески, по которой ходит троллейбус на 23, троллейбус на 17, ну и по Путсенскому. Нигде не сказано, что происходит с этими троллейбусами. Нигде не сказано, почему это вдруг электроавтобусы, а не троллейбусы с аккумуляторами, потому что контактная сеть есть. В описании департамента развития сказано, что если этот коридор будет построен, то 16 автобус должен быть сокращен от Муценика только до Питерии, это там, где магазин пен, и люди там должны будут пересаживаться в эти самые метробусы. Совершенно непонятно, почему эти метробусы не могут сами доехать до бумажной фабрики, что им мешает перемещаться по обычной улице. Дальше. В ответе департамента развития сказано, что автобусный маршрут номер 5 из Мерсенса тоже должен быть сокращен до Бихерии, до магазина Икеи, где люди должны пересаживаться в эти метробусы. Если мы пересчитываем эту новую инфраструктуру, это получается 8 миллионов евро за километр, нигде не объясняется, почему эти метробусы не могут ездить по обычной уличной стерке, как метробусы ездят в Берлине или Гамбурге, нигде не сказано, сколько времени будет занимать проезд сейчас на участке от станции Зен-Метана до третьего Польсенса, время в пути 13 минут, расстояние между остановками 550 метров. Если метробус будет ехать быстрее, нигде не сказано, где он не будет останавливаться, насколько это будет удобно жителям Борсенса. Опять же, цель поезда, это не станция Зен-Метана. Обычно цель поезда людей, это все-таки центр города. Нигде не сказано, как они дальше поедут в центр. По Чако, где мелополосы и прочее. Или они поедут кругом Паперном и Сибрилево. Всего этого нигде озвучено на данный момент не было. Да. Вот что касается улицы Чака, мы еще к ней обязательно вернемся. Но все-таки вот упомянутая вами министер сообщения возглавляет, как известно, господин Линкайц. Он уже который месяц, а может быть, который год носится с этой такой идеей фикс пустить электропоезд, видимо, уже низкопольный, в Болдараю. И даже есть такая, не знаю, фантастическая, футуристическая идея, что вот этот метробус из Уздвинска повезет вот жителей этого микрорайона до вот этой ближайшей станции железнодорожной Болдарая. Не метробус. Не метробус. Значит, что касается планов министерства сообщения пустить поезд в Болдараю, как говорится, я в курсе. Да. Ничего плохого в этом нет. Эта идея озвучивалась уже давно, по меньшей мере, но я ее помню в середине 70-х годов. В какой-то степени это облегчит жителям Болдарая возможность попасть в центр города, в больнице страданий и так далее. То, что пытаются сейчас под этот проект изменить движение транспорта внутри самой Болдарая, как бы, ну, чтобы автобус в центр не ехал. Я такое слышал. Я думаю, что это глубоко не реализует. Ну, потому что дальше по Болдарайскому шоссе нет никаких железнодорожных станций, а люди там все-таки есть, им как-то ездить надо. Идеи, что этот поезд должен ехать не до станции Рига-Пассажирская и дальше, куда-нибудь до Юглы, до Сигуллы и прочее. Я слышал, я плохо себе представляю, как это возможно реализовать при тактовом интервале. И о том, что движение, например, до Сигуллы все-таки оно, там больше 50 километров от риги получается, а там нет электрической подвески, и я не знаю, какие должны быть аккумуляторы. Так или иначе, в планах действительно министерство записало приобрести, если я помню, 7 аккумуляторных поездов. Сама по себе идея полетна, станция Рига-Станция Болдарая, или станция Заметана-Станция Болдарая. Мне ничего плохого нет. Ну, я вам могу сказать. Да, что касается все-таки упомянутой улицы Чака, те, кто по ней частенько передвигаются, я в том числе, постоянно если попадают пробки, вот эта велодорожка сделана, расскажу для тех, кто, может быть, не знает, в одну сторону и в другую, и в результате и полосы для движения автомобильного транспорта только осталась одна в одну сторону и одна в противоположную сторону, и там пробки возникают все время, ну, в час пик вообще эта улица просто стоит на всем протяжении, буквально до улицы Перновас. Вот я понимаю, что вы не были сторонниками этой идеи, это уже принимала новая правящая коалиция. Все-таки ваша оценка вот этого эксперимента и когда он может, на ваш взгляд, закончиться? Ой, значит, я еще на заседании транспортного комитета высказал идею... Чуть-чуть погромче, что-то вы пропадаете, у нас что-то со звуком. Вы видите, я говорю прямо в микрофон. Да. Значит, я еще на заседании транспортного комитета высказал предложение, раз от общего объема движения отнимают какую-то площадь, то там создают полосу для движения общественного транспорта, чтобы общественный транспорт все-таки двигался по улице как-то быстрее, чем сейчас, и тогда у пассажиров или у жителей будет стимул передвигаться общественным транспортом. Когда закончится этот эксперимент, мне неизвестно, насколько я понимаю, его инициаторы заканчивать этот эксперимент не собираются. При этом ближайшая инфраструктура, ну такая, какая есть, она присутствует на улице Крышина-Барина, это 100-150 метров от улицы Чака. Попасть с начала улицы Чака от Замитанского моста на Крышина-Барина можно по улице Эрбер, и там дело полоса тоже провождаем. Плюс, смотрите, что еще получается. Говорят, вот будет велополоса, появятся кафе, появятся магазины, а вряд ли велосипедисты являются основной клиентурой бутиков. Ну, вот так. Если человек едет куда-то за покупками, он все-таки пользуется транспортным средством, ему надо все это дело на чем-то привезти. Именно, абсолютно справедливо. Плюс, в эти магазины и бутики, и кафе как-то должны доставлять булочки, пирожные, мы как-то привозить должны. А парковок сейчас из-за велополосы там нет. Вот этот вопрос на данный момент не решен, и я могу на это обратить внимание. Прервемся буквально на минуту. Вадим Фольков, депутат Рижской думы, у нас на прямой связи. Не переключайтесь. Вы слушаете Радио Болткома. Читайте на сайте mixnews.lv Звонок из банка или интернет-мошенники? В сомнительном случае переходите на латышский, советует эксперт. Эксклюзивные материалы Mix News. Как подать судебный иск, если машина пострадала из-за плохих дорог? Самое обсуждаемое на Mix News. Российские арбитры отказались вставать на одно колено перед матчем Лиги Чемпионов. Просто интересно. Девять проверенных способов, которые избавят вас от мешков под глазами. Mixnews.lv. Только то, что хочется знать. Алло. Привет. Ну, привет. Какие планы на весну? Хм, пока реки полноводные, думаю, как следует помахать веслыми на порогах ламоты. Планы, высказанные вслух, исполняются чаще. Расскажи о своих планах Кредит-24. До 31 марта зайди на Кредит-24.LV, поделись весенними планами и, возможно, получишь 500 евро на осуществление этих или других целей. Начинаем планировать. Кредит-24. Добрый день еще раз. Вадим Фольков у нас на прямой связи, депутат Рижской думы. Вадим, вы как эксперт действительно вот с точки зрения организации движения общественного транспорта много говорится о том, как Реал Бартик повлияет на вообще всю городскую инфраструктуру. К сожалению, об этом начали говорить уже слишком поздно. Но, тем не менее, есть ли какие-то, не знаю, предположения, может быть, какие-то проекты, планы, как изменится вообще движение общественного транспорта в связи со строительством Рау-Балтика? Само движение транспорта может быть периодически прекращаемо по улице Гоголя, по улице Джернову, потому что там придется возводить новые мосты, само строительство Рау-Балтика на движение транспорта как таковое, вот за исключением этих двух мест, вряд ли окажет какой-то существенной разы. Ну, это мои, как говорится, предсказания. Знаете, Рау-Балтика – это железная дорога, а поезду требуется два метра в одном направлении туда и два метра в одном направлении обратно. Ну, вот всё, ну, больше ничего. То есть полоса, по которой будут занимать эти поезда, это 10 метров. То, что активисты и департамент развития планируют изменить движение на привокзальной площаде, уменьшить число полос на улице 12 января, посередине поставить или построить зелёные зоны, там посадить деревья. Я всё это дело ещё года два назад видел на коллегии главного архитектора, как вы знаете, институт главного архитектора сейчас тоже упраздняется. Поскольку это может быть реализовано или нет, я предсказывать не берусь, Рижская дума на пленарных заседаниях ничего подобного не просматривает. Самому поезду совершенно всё равно, 3 этажа у вокзала или 5, 7 полос на привокзальной площади или 3, поезду требуется раньше в одном направлении, раньше в другом направлении. Ему больше ничего не требуется. Вот всё-таки не могу вас не спросить, у вас достаточно большой опыт. Так сложилось, работая вот в Рижской думе в предыдущих созывах в правящей коалиции, сейчас вы, как бы если есть согласие, оказались в оппозиции, вы почувствовали какую-то разницу или пока ещё вообще до принятия каких-то кардинальных решений в столичном своём управлении дело не дошло? Понимаете, кардинальные изменения или нет, это можно понять только через какое-то время. изменения в те или иные нормативные акты вносятся. Как они повлияют или не повлияют на дальнейшую жизнь в режиме, может показать только вред. Например, принято решение о ликвидации трёх исполнительных дирекций в правящей коалиции. Рига, но если мы смотрим историю за последние 300 лет, Рига исторически делилась на три предместия. На правом берегу два предместия, на левом берегу одно предместие. Вот столько было исполнительных дирекций. Сейчас собираются делать какие-то центры приёма, активности и так далее в колодках и микрорайонах. Как всё это будет действовать, внятного объяснения нет, потому что человек может прийти и подать заявление. Он и сейчас может прийти и подать заявление. Никто же не мешает ему подать заявление. Дальше, ремонт дворов будет передан в ведение департамента сообщения, когда было заседание транспортного комитета департамента сообщения, что так всё это произойдёт только в мае. Они понятия не имеют, что они должны будут в этом году ремонтировать, никаким образом это всё будет выглядеть. Пока никаких сведений об этом нет. Скорее всего, в этом году окажется из-за ликвидации исполнительной дирекции, что где-то трава не скосана, где-то дорожки не подчинены, где-то двор не заступили. Но я не исключаю такой вопрос. Да. Мы понимаем, что с наступлением всё-таки тепла рано или поздно наступит. Обещают уже на следующей неделе должны возобновиться вот эти ремонты мостов и дорог. Но это был тот вопрос, который, наверное, все политические силы, которые шли на выборы, на неочередные выборы в Лидическую Думу, все, наверное, об этом говорили и обещали. Есть ли предпосылки для того, чтобы эти долгожданные ремонты, по крайней мере, мостов Брасовского и Дегровского реально начались? Есть, хотя мы видим, что работы происходят сейчас на Дегровском мосту уже? Работы происходят больше, наверное, не на мосту, а под мостом. Там ремонтируются опорные бытия. На самом Дегровском мосту, по данным департаменту сообщений, снимаются старые распады и готовится укладка нового. Прогнозировать будущее, никто не мог прогнозировать, что с Дегровским мостом один прекрасный день, туда приедет большая делегация из министерства, и потом будет принято решение органами права и порядка о том, что этот мост закрывается в Дегровском мосту. Никто не мог прогнозировать, когда начинался ремонт Брасовского моста, что там под проезжей частью, уложенной в 1957 году вдруг найдут захоронение периода Первой мировой войны, и работы будут остановлены. Никто не мог предполагать. Ну и так далее, и так далее. Сейчас говорить о том, будет это сделано или нет, было бы, наверное, наивно с учетом вот этого большого опыта. А как заверяло руководство департамента, все это должно быть сделано. Финансирование Рижская дума голосами правящей коллекции на это выгибало. Так что остается только дальше. Да, будем, конечно, ждать. Что касается вообще вот этого парка общественного транспорта, нуждается ли он действительно в обновлении, и на что бы вы, если вас спросили, как эксперт, на что бы вы сделали ставку? Не знаю, как мы упоминали в самом начале нашей беседы на какие-то электроавтобусы или все-таки на троллейбусы, у которых есть возможность, кстати говоря, на тех участках, где нет электропроводов и включить дизельный двигатель. Вот на что бы вы сделали ставку? Вы понимаете, ну, наверное, не на троллейбусы с дизельным двигателем, а на троллейбусы с аккумуляторами. Действительно, в Риге 304 километра троллейбусной подвески. Приложив небольшие усилия, можно увеличить ее протяженность еще на, ну, грубо говоря, километр, и тогда две трети автобусных маршрутов можно будет, или можно было бы перевести вот в движение троллейбусов с аккумуляторами, которые там, где нет контактной сети, могли бы двигаться на округе. Если говорить о трамваях, то трамваи, которые были готовы еще два года назад, в этом году все-таки должны прибыть. Кстати, по тем планам, которые озвучило Министерство Сообщений и Европейских фондов, совершенно неожиданно оказалось, что ожидается продвижение трамвая по Московской до станции Шкиратана. Это ни в каких планах развития Риги не предусматривалось, не предусматривалось трамвай в Румыну, но все в департаменте развития решили, что Шкиратан улучшает. Если смотреть просто отвлеченно, то с точки зрения перераспределения потоков, то трамвай в железнодорожной станции вполне логично, весь вопрос в том, как он поедет. Но там есть несколько вариантов, он может ехать по улице Х-С, он может ехать по улице Пруша, он может ехать кругом и так далее. Но от этого тоже многое зависит. Какое слово жителей Тенгерак с этим трамваем сможет не поспорить? Да, вот еще говоря в принципе о деятельности Рижской Думы, мы понимаем, что основные решения вот такие пандемийные и в том числе связанные с поддержкой предпринимательской деятельности принимает правительство. Но тем не менее от самоуправления, наверное, тоже представители малого, среднего бизнеса ждут какую-то поддержку. на ваш взгляд, должна ли Рижская Дума более активно участвовать в этих мерах помощи по преодолению кризиса? С одной стороны, да, и Рижская Дума это все-таки делает. пытаясь освободить от налогообложения те кафе, которые расположены на улице, отменив временно переоформление сертификата для экскурсоводов, потому что экскурсий нету, есть идея в департаментах о том, что этот сертификат как бы надо сделать бессрочным, почему-то депутаты отправившиеся в коалиции полагают, что все равно эта сертификация должна происходить, но я не знаю, возможно они готовы, как говорится, каждые три года идти доказывать, что они все еще продолжают помнить ту программу школьную, которая никогда подавлены в одном образовании, но так или иначе, да, то есть вряд ли кто-то из них согласится идти подтверждать свой сертификат на среднем образовании, в любом случае такая помощь должна быть и с моей точки зрения она должна быть больше. Да, вот как раз вчера СЕИМ принял, ну после многомесячных дебатов и дискуссий, там было почти 100 поправок подано в этот закон, новый закон базовый об аренде жилья, вот на ваш взгляд, поскольку, может быть, наши радиослушатели знают, что вы все-таки историк по образованию, на ваш взгляд, можем ли мы прийти, вот как с учетом принятия нового закона об аренде жилья, к тому, вот что было в довоенной Риге, вот эти доходные дома и довольно большим спросом они пользовались? Если говорить так, то вот прийти к тому, что было в довоенной Риге, я очень сильно сомневаюсь, когда не было собственников квартирных, квартирной собственности, вот, ну кондоминиумы были, но они были очень ограничены, это была Тейка, там Манстуритис, дом принадлежал одному владельцу, сейчас у большинства жилых домов число владельцев такое, какое число квартир это было, в 90-х годах тех, у кого эта квартира была, или кто не жил, где-то на недерамном доме сделали, квартирным собственником, или говорят другими словами, буржуан, скорее всего, по той причине, что, ну, уже как история, да, что буржуа всегда есть, что терять, вот, и в данном случае, вот, квартира, это то, что человеку есть, что терять, то есть, он не хочет терять, исходя из этого, знаете, если мы берем нынешнюю систему аренды на Западе, то там 80% жилья принадлежит одному владельцу, вне зависимости от того, это корпоратив, это строительная фирма, это какое-то частное лицо и так далее, но даже на территории бывшей ДНР не произошло приватизации муниципальных, там дома остались собственности муниципальных. У нас это выглядит. Будут ли сейчас крупные строительные компании застраивать целые микрорайоны новых жилых арендных домов? Я в этом сомневаюсь, потому что платежеспособность у нас совсем не такая. Ясно, может быть, такой последний вопрос, я думаю, что вам, по крайней мере, избиратели уже часто начали его задавать, это такая тревожная информация, которая недавно появилась, о планах вот это Бувалды, ну, которые сейчас присоединили в структуру Департамента развития, начать летом с июня или с июля обходы жилых домов многоквартирных с целью выяснить, кто там несанкционированно застеклил балконы, поскольку речь идет фактически о тысячах, о многих тысячах людей, которые действительно в разные периоды времени застеклили балконы, это же будет какой-то ужас, я бы так сказал. Ну, вы знаете, во-первых, сама по себе строительная управа ликвидируется, присоединяется к Департаменту развития, что касается расстеклённых балконов и прочего, знаете, всё это присутствует уже в последние 25-30 лет, ничего нового не произошло. Сейчас, ну, просто с моей точки зрения, это очередная попытка, чтобы люди были вынуждены потратить очередные средства для того, чтобы официально оформить ту перестройку того же балкона, которая была сделана много десятков лет тому назад. То есть, такая легализация. Понимаете, ну, вот каждый вынужден будет вызвать архитектора, который должен будет нарисовать проект того, как человек поставил своё время окна, отнести его на согласование. Всё это стоит есть. Я это воспринимаю только таким образом. То есть, это попытка изъять очередные средства из карманов жизни. Ну что ж, посмотрим, чем это всё закончится. В любом случае, спасибо за исчерпывающие комментарии. Вадим Фольков у нас был на прямой связи, депутат Рижской думы. Спасибо. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком.